75 Историй Победы Байсултанов Алим Юсуфович, заместитель командира эскадрильи, гвардии капитан, герой Советского Союза. Алим Байсултанов родился в 1919 году в селе Яникой в Кабардино-Балкарии. В 1937 окончил педагогическое училище и Нальчикский аэроклуб. Был призван в армию. Через два года выпустился из Ейского военно-морского авиационного училища. На фронте с первых дней войны Байсултанов защищал небо Таллина и Дорогу жизни, соединившую блокадный Ленинград со страной. Бывший начальник штаба авиаполка Петр Ройдбер как-то вспоминал случаи с Байсултановым. Весенним днём 1942 года звено советских истребителей под руководством Алима вылетело на разведку в тылу врага. На обратном пути лётчики атаковали колонну немцев, уничтожив несколько машин и танк. Но тут на них вышли 15 мистер-шмидтов. В небе развернулся бой. Самолёт Алима загорелся. На пылающей машине Байсултанов лихо протаранил два мессера, остальные поспешили ретироваться. Он взмыл в небо и скрылся в облаках. Окончательно потеряв командира из виду, с тяжёлым сердцем лётчики возвращались на аэродром. Тем временем Алим, набрав высоту, резко устремился вниз. Подобно Гастелло, Игашеву, Спицыну, он решил последнее огненное пике превратить в сокрушительный удар. Каково же было изумление лётчика, когда, вынурнув из облаков, он обнаружил разбежавшихся немцев. Враг крепко усвоил, что бывает, когда горящий советский самолёт сначала устремляется ввысь. Байсултанов с перебитой левой рукой, висящей плетью, посадил дымящуюся машину на соседний аэродром на глазах у изумлённых товарищей. К июню 1942 года на счету Байсултанова было 277 боевых вылетов, 45 воздушных боёв, 19 уничтоженных самолётов. 23 октября 1942 года гвардии капитан Алим Байсултанов стал первым балкарцем-героем Советского Союза. Погиб отважный лётчик в сентябре 1943 года в воздушном бою с противником. Вечная слава героям! Победа будет за нами! Субтитры создавал DimaTorzok